Ну что ж, всем привет, друзья, меня зовут Компот, и настало время рассказать вам тайну, ребята. Настало время мне это вам рассказать. Я скрывал это, честно признаюсь, от всех, хотя... Какой скрывал? Просто не показывал, потому что не было подходящего момента, да и как-то лень было. Короче, ребята, сегодня я вам покажу то, что никогда не показывал на своём канале. Это я, можно сказать, уже прятал 10 тысяч лет. Конечно же, по майнкрафтерскому времени. Итак, ребята, я вам хочу показать то, что я прятал всегда. Многие меня спрашивают, почему я никогда не переезжаю из кузницы? Ведь все мои друзья давным-давно уже построили себе домик, уже там даже у жителей есть свои домики, а у меня просто кузница, жительский дом, в котором очень мало пространства. И как вы видите, вот, то есть тут очень мало... Ой, житель, пошёл он отсюда. И тут, видите, очень мало пространства, и один всего лишь сундук. Это очень проблематично, так сказать, это очень тяжело. Но не всё так просто, друзья, не всё так просто, потому что в этой кузнице есть тайна, которую как раз-таки я и прятал. И сейчас, ребята, я хочу вам её показать. Но перед этим я попрошу вас поставить лайк, потому что этого я никогда не показывал на своём канале. Ну что ж, ребята, давайте не будем томить, давайте уже начнём. Как видите, у меня есть кузница. Я её показываю вам из выпуска в выпуск, из выпуска в выпуск. То есть кузница у меня есть постоянно. Ничего тут такого сверхъестественного нет. Обычно кузница, обычные печки. Только меня интересует, почему сюда житель зашёл. Какое ты право имеешь заходить в мой дом? Так, давай выходи отсюда. Ну ладно, ребята, жители все это тоже про это уже знают давным-давно. Стоит показать вам кое-что. Как видите, в моём доме есть много свободного места, которое не используется. Например, это или это. Если вот мы подойдём как раз-таки к этому месту и сделаем вот так, а потом вот так и вот так, то, как вы видите, вы сами понимаете, что открывается. Открывается тайный проход, который я прятал от вас в этой кузнице 10 тысяч лет. И давайте посмотрим, что же там, ребята. Так, спускаемся вниз по вот такой вот кружевной лестнице. Не знаю, как это сказать. Спускаемся по этой лестнице и видим тут пол из подсветки, всё из железа. В принципе, не так уж тут и плохо. То есть, я думаю, что вы уже все умные и успели понять, что это не какой-то там тайный проход по типу «Всё в крови, всё в скелетах, ха-ха-ха, я на самом деле не компот, я убийца, я это скрывал от вас 10 тысяч лет». Ребята, сейчас я вам покажу, что же находится у меня под кузницей. Моя, так сказать, небольшая тайна, но перед этим давайте вот тут вот так вот закроемся. Итак, спускаемся сюда, открываем. И что, ребята, мы увидим? Мы видим первую комнату. Да, ребята, вы не ослышались, мы видим именно первую комнату. Что я тут делаю, я думаю, несложно догадаться. Смотрите, у меня тут стоит мой очень мощный компьютер, два монитора, клавиатура, мышка. Именно тут я снимаю свои видео в Майнкрафте. Не верите? Вот же, посмотрите, у меня тут камера стоит огромная с микрофоном, стул стоит у меня, так сказать, геймерский. Вот у меня тут, смотрите, хромакей. Даже у меня есть хромакей. Я стою иногда на фоне его и вот так вот вырезаю, так сказать, сзади себя фон, когда я снимаю с вебкой. То есть, ребята, вот, смотрите, настоящее рабочее место. Тут я монтирую, тут я снимаю. Вот такой вот у меня крутецкий компьютер. Смотрите, там видеокарта, все такое. Там плата есть материнская. Вот, смотрите, в общем-то, компьютер у меня, конечно, суперский. В этой комнате очень хорошее освещение. Именно тут я записываю свои видеоролики, ребята. Окей, давайте пройдемся дальше в следующую комнату. Я вам покажу, что же дальше еще находится. Что же я еще такого скрывал? Как видите, дверь уже запаролена. Ее не так-то просто открыть, ребята. Все потому, что тут есть пароль. Я решил не заморачиваться по стел. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Самый простой пароль. Но, ребята, никогда не ставьте себе такие пароли. Куда-либо они очень простые. Вас может взломать каждый человек. Итак, давайте зайдем сюда. И, как вы видите, это что, ребята? Правильно, кабинет-библиотека. Что у меня находится тут? Давайте я вам сейчас покажу. Во-первых, у меня тут находятся книги, которые я периодически почитываю. Правда, я не так уж сильно люблю читать книги. Я бы даже сказал, вообще не люблю. Это очень скучно. Но, знаете, иногда так провести время очень даже круто. Давайте я покажу, что находится в моем кабинете. Тут есть картины. Вот такая вот лампа, которая включается-выключается. Вот она, пожалуйста, зеленая лампа. Ноутбук для работы. И стопка бумаг. Это мои сценарии и прочее-прочее. Как вы могли заметить, тут есть еще вот такое вот офигенное кресло. Смотрите, я за ним просто сижу как Биг Босс. Ага, я в кабинете. Ха-ха-ха, смотрите на меня. Также, как вы уже могли заметить, тут есть два вот таких вот сейфа. И я их не открываю. Но сейчас я, ребята, их открою. И покажу вам, что же находится внутри этих сейфов у меня в кабинете. Итак, давайте смотреть. Первый сейф. Открываю его. И как вы видите, ребята, тут находятся вот такие вот интересные штучки. Во-первых, это одежда шахтера. Потому что я иногда люблю работать шахтером. И для этого мне необходима, ребята, одежда. Да, потому что в шахте очень-очень грязно и очень-очень темно. А меня эта одежда, в принципе, спасает от всего. Дальше, ребята, что, собственно, я вам еще хотел показать. У меня есть скипетр говна. Да, говенный скипетр. Смотрите, я могу просто стреляться какашками. Какашечный скипетр, правда, потом воняет в моем кабинете. Фу, ё-моё. Правда, потом воняет в моем кабинете. И поэтому я его так просто по приколу взял. Дальше это мини-ган. Вот такой вот мини-ган. Вот смотрите, я могу стрелять и просто все ломать, так сказать. Но тут ничего не поломается. Потому что это мой кабинет. Только вот картина слетела, жалко. И еще последняя штука, это эндер-перчатка, которую я могу вот так вот перемещать в блоки. Но я не хочу ничего ломать в своем кабинете. Поэтому давайте-ка, ребята, все положим назад в сейв. Итак, второй сейв. Давайте посмотрим, что же лежит здесь. А суть лежит, ребята, куча разных бумаг, там документов и хакерские штуки. Я думаю, вы все их помните из моих видео. Это самая настоящая хакерская одежда. Вот так вот она выглядит, одежда хакера. И вот так вот выглядят блоки хакера. А именно, это пульт, чтобы проверять, так сказать, личность людей. Но людей тут поблизости ременца, ну нет. И блок, который проверяет всю деревню и выдает нам информацию о каждом жителе, ребята. Вот такие вот хакерские девайсы у меня имеются. Так давайте их снимем и положим назад в наш сейв. Ведь у нас впереди, ребята, еще одна не менее интересная комната. Давайте передвигаться в следующую комнату. Итак, открываем следующую дверь. И заходим в финальную комнату, ребята. И, как видите, это не просто комната. Это очень большой гараж. Ну, я бы не сказал очень, но просто большой гараж. Тут используется машина, на которой я использую в съемках. А именно, полицейские, скорая, обычный мой черный автомобиль. И обычный гоночный автомобиль из последнего видео про то, как я строил гараж, ребята. Не забудьте его посмотреть, если вы его не смотрели. В общем-то, тут находятся вот такие вот прелестные, чудо-красивые машинки, ребята. Вот так вот, собственно, я и снимаю ролики свои, ребята. Теперь вы знаете всю правду. Но это еще, ребята, не все. Потому что, как видите, во-первых, тут очень красивая подсветка. А во-вторых, тут еще есть и два сундука. Содержимых которых я вам сейчас покажу, ребята. Ну, сначала немного о этих машинах. Давайте вот просто в красных расскажу, пробегусь. Так, ребята, это гоночная машина. Та же самая, что и эта, только намного-намного быстрее. Правда, двухместная. Тут, правда, четырехместная. Но, ребята, ничего страшного. Дальше. Это машина скорой помощи. Тут два места для водителя и для, так сказать, как их называют, врачей скорой помощи. Вот. А внутри там лежат койка, значит, и все штуки, чтобы оказывать первую медицинскую помощь. Дальше. Полицейская машина. Два места для полицейских и одно для преступника, ребята. Вот так вот, собственно, работают эти все машины. Вот так вот, собственно, они... Вот, вот что они и делают, ребята. Под конец я всегда уже заговариваюсь. А теперь давайте покажу содержимое двухпоседних сундуков. Тут находится оружие для съемки, ребята. И вот так вот оно, собственно, выглядит. И сейчас я вам все, ребята, по порядочку покажу и расскажу. Итак, поехали. Первое оружие. Вы все его знаете. Оно довольно часто появляется в моих видео. Это обычный пистолет. Следующее, это уже что-то интереснее. Это какой-то прям бластер. Смотрите, он стреляет какими-то непонятными разрядами. Окей, интересно. Следующее, это что-то похожее, но уже совместимо с пистолетом. То есть, смотрите, патроны, лазер. А тут и патроны, и лазер. Вот, видите, вылетают они. Блин, как бы вам показать, е-мое. Ну, вот, короче, вон, вы видите, патроны вылетают, плюс лазер. Вот, короче, вот так вот это выглядит. Дальше это револьвер. Вот такая вот штука. Я его практически не использую, потому что он очень неудобен. Следующая оружка. Следующая, это у нас вот такой вот вектор. Ё-моё, это странная, смотрите, штука. Я её тоже практически никогда не использую. Но это, короче, как пистолет, только стреляет очень-очень быстро. Вот, смотрите. И вот, смотрите. Хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. Видите, всё одинаково, только очень быстро стреляет. Прямо вот так вот. Пистолет не так быстро. Нужно, приходится вот так вот постоянно кликать, чтобы он бы стрелял. Дальше. Одно из моих любимых оружий. Потому что оно убивает, ну, просто супер быстро. И перезаряжается тоже супер быстро. И патроны тратятся очень медленно. Короче, это вот такая вот выжигающая пушка. Я не знаю, это лазер или это огонь, не знаю. Кто знает, пишите, ребят, в комментариях. Но это явно какая-то очень крутая пушка. Дальше у меня есть обычная бензопила, которую я могу вот так вот всё пилить, просто рубить. Вот так ломать, ломать, ломать. Так, ладно, не буду свою базу ломать. Так, и следующее, что у меня есть, это вот ещё вот такой вот бластер. Но он какой-то прям световой лазерный. Знаете, вот так стреляет. Он, во-первых, меня слепляет. Но зато убивает много-много противников, практически всех, ребята. Но всё равно, какой-то он странный, суперяркий. И не всегда бьёт ровно в точку. Вот видите, лазеры как бы распространяются вот так рандомно. В тачку, я сказал. Вот я даю, конечно. Дальше это вот такой двойной дробаш. Блин, вот он очень крутой, ребята. Но я его тоже редко использую. Я думаю, вы все знаете, если смотрите мои ролики. Хотя иногда я его использовал. Блин, ну смотрите, какой он крутой. Ну, просто мощный и прикольный. Так, давайте всё сложим назад, ребята. И, собственно, вот и всё. Больше тут нет никаких тайных ходов. И я обещаю, что это и всё, что я вам рассказал, ребята. У меня от вас больше нет никаких тайн. В принципе, это тоже не было тайной. Просто как-то не подворачивался момент вам это рассказать. Но теперь, ребята, вы знаете абсолютно всё. Это и есть моё секретное убежище в Майнкрафте. Давайте я это всё закрою. И, ребята, выйду в нашу любимую деревеньку жителей. Где всё так спокойно, когда под землёй я записываю видосы, тестирую всё, тра-та-та, бла-бла. Короче, очень круто это всё. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки, ребят. Не подписываться на канал. Это я от вас скрывал 10 тысяч лет. Всё мне уже просто нельзя говорить, потому что я заговариваюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...